Всем привет! Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануарному массажу. И сейчас переходим, мы уже размяли спину, все жестче и жестче. Сначала были растирающие моменты, это по коже, потом перешли к вибрациям, это уже воздействие на кости. Основная наша цель это ребер на поперечное сошеление, если вот так вот мышцы пройдет, брали, это двинут, то вот они видны, вот эта вот грядка такая, да? Вот в основном мы на нее воздействуем. После вибрации мы перешли к кулачковым разминаниям, достаточно уже грубым, таким жестким. И сейчас еще больше углубляемся. Это сет номер четыре, локтевые техники, когда мы уже конкретно воздействуем на костно-связочный аппарат. Значит, вот мы закончили расшатывание позвонков, и теперь нож входит в масло. Эта вот рука проникает глубоко, раздвигая таз от ребер. Часто бывают зажаты квадратные мышцы здесь, да? Учтите, что тазовая кость идет по диагонали. То есть не там, где ягодицы. Итак, учтите, что визуально нам кажется, что ягодицы здесь заканчиваются, да? Но на самом деле вы прощупываете, и вот где тазовая кость идет, да, гребень подвздошной кости, по диагонали вот так вот. У мужчин примерно сантиметров на пять повыше, да? У женщин может быть на восемь, на десять сантиметров даже выше. Наша задача вот их раздвинуть за счет того, что мы внедряемся мизинцем, потом шире, шире, шире у нас, видите, идет рука. До локтя самого доходить не обязательно. Это будет болезненно, особенно если костью по кости заденется, ни в коем случае не задевайте. Можно только до середины предплеча дойти. Конечно, если человек терпит нормально, можно вот и до конца, да, дойти. И наша задача упереться в таз, вот видите, я в таз уперся и отодвигаю его назад. А вторая рука тут же внедряется и отодвигает ребра. Опять сразу же вхожу, вот второй вариант, не до конца доходя, да, отодвигаю таз, ребра, и вот так вот по очереди. Левая, правая, левая, правая. Отодвигаем, отодвигаем, прошлись по всей спине. Эта рука заканчивала, здесь движение, а эта проходит локтем до конца и делает четыре концентрические круга на ягодице. Достаточно глубокое проминание, видите. Вторая рука не дремлет, она массирует верхнюю трапецию. Мы постоянно будем возвращаться в движениях к трапеции. Вот, ну, можно пять, пять, шесть кругов. У меня, в принципе, все по четыре делится. Теперь эта рука становится захватом астистых отростков. Вот так вот кулаком захватили и большим пальцем перед с другой стороны. Будем их расшатывать. А локсом продолжаем движение уже продольные. Четыре линии вот так продольные назад. Вот, почему все на четыре делится? Ну, условно, у нас у позвоночника четыре отдела. Шейно-грудной переход, верхний грудной отдел, нижний грудной отдел и поясничный отдел. Поэтому мы условно на четыре части делим и расшатываем одновременно движение. Потренируйтесь это делать на досуге, потому что с первого раза может не получиться. Для тренировки предлагаю вести, как бы, работу с левого и правого полушария. Допустим, одной рукой вы делаете вращательное движение, другой вверх-вниз. И постарайтесь это сделать с разной амплитудой. Просто для тренировки потренируйтесь дома. Далее, как мы закончили? Дошли до сюда, слили кулаком лимфу, подхватили ягодицы полностью сверху, а это рукой, локтем, предплечем раздавили в эту сторону. Потом в эту сторону раздавили. Видите, поддом диагоналем туда, сюда. Такие восьмерочки, поддом диагоналем всю большую ягодичную дадут массу. Далее, переходим к растиранию. Техника рубанок. Рубанок, это вот, примерно делаем, да? Очень похоже вот это движение. Хотя держать можете, как хотите, можно так, можно так держаться. Ну, как удобно. Я для демонстрации просто показываю, что здесь большие пальцы. Значит, продольно, четыре линии, стараемся всю спину покрыть. Теперь отодвигаем все мышцы от центра к костям. Тут, соответственно, ягодицу к бедренной кости. Вот туда, быстро, быстро, энергично. Все-таки это растирание. Квадратную мышцу, широчайшую мышцу, трапецию, нижнюю. И переходим в руку. Разъединили верхнюю трапецию. Нижнюю, верхнюю, нижнюю, верхнюю. Теперь поперек все тело. И остановились у крестца. У нашего камня преткновения, базис. Ну, тут, смотрите, тут можно мы сами отдыхать, когда, например, ложимся на человека целиком. Вот наша спина отдыхает и работает наша спина. Мы сами себя избавляем от разгрузки. То есть наши лопатки работают. Выпоминяется осанка. Нам самим, как тренировщик, тоже это помогает. Дошли вот до сюда, да? И где закончили, там и продолжаем. Локтем вставляем в ППС. ППС он идет по диагонали. Вот это косточки. Тут буквально расстояние вот с два пальчика. Прямо сюда надо попасть вот этой косточкой. И туда его пробиваем. Аккуратнее, если попадете на кость, вот буквально там сантиметр съедете, да, то будет больно человеку. Чтобы не было больно, дальше пробитие по гребню идет. Мы делаем не в самим гребень, а чуть выше берем складку из кожи и вот так вот надавливаем. И надавливаем уже не косточкой, прицеливаемся, а вот этой плоскостью. Видите, такой треугольничек. Вот я сошел повыше и отбиваю таз вниз. Как я вам уже говорил, не больно, нормально? Ага. Вот, когда вы делаете граммы, то будет не больно. От базиса, вот от этого, да, у нас растет организм в утробе матери. Скелет растет и вверх, и вверх, и вниз, да. И от него, соответственно, мы все кости, которые сверху, тянем вверх, всегда декомпенсируем, да. А все кости, которые снизу, тянем вниз. Поэтому таз мы убиваем в противоположную сторону. Вот туда. Вектор движения в ППС был вот такой. Вектор движения в таз ровно вот четыре удара туда вот. И ты чувствуешь, как растягивается, да? Продолжаем локтем. Рисуем такие блюдца примерно. По размеру, по всей спине. Также смотрите сами, как вам удобнее. Вот вторая рука на утяжелице, видите, давит. Можно сделать наоборот вот этой рукой. То же самое. Только рисуем мы, соответственно, вот в эту сторону. То есть смысл наш, вот этих окружностей. Когда подходим к позвоночнику, мы декомпенсируем. То есть вот в эту сторону. Вот в эту сторону. От позвоночника, видите, в длину. Соответственно, получается, с этой стороны мы будем по часовой стрелке, и с этой стороны против часовой стрелки. Вот так вот вести. Далее, техника циферблат нарушенности часов. Он меньше. Примерно вот от пастисток, если три пальца отступить, как раз мы попадаем на вот эту вот гряду рёбленного подвздоша с решенением. Значит, здесь мы тоже по часовой стрелке, получается. Вот такие маленькие циферблатики у нас. Только человек в масле. Не видно просто получается. Видите, тоже по часовой стрелке, чтобы была декомпрессия позвоночника. А вот в этой рёберно-поперечной осуществлении такой небольшой удар получается локтём. То есть вот, заточили локоть. Соответственно, смотрите, спрашивается всегда у человека, кому-то надо, может быть, прямо остриём, да? Прямо прицелились и прямо вот продавили. Кто не терпит, разворачивается локоть немножко вот так, вот на вот эту плоскость. Если совсем не терпит, можно вот так развернуть локоть. То есть получается вот этим треугольничком, да? Кому надо помягче. Вот циферблаты прошли. Ой, блюдца прошли. И теперь циферблаты. Видите, я как бы подбиваю прямо вот эти отростки. Иногда бывает, ну, во-первых, плавающие рёбра нас не интересуют в данном моменте, да? Интересуют только вот от десятого позвонка, от десятого ребра и всё, что выше находится, до первого ребра. Где-то вы чувствуете, например, что что-то выпирает, например, да? Прямо можно прицелиться и прям вот туда посильнее прям продавить и мах головой совершаете. Это как маховик помогает пробить ещё больше человека. Вот. И это всё мы подготовили для декомпрессии. Теперь сама декомпрессия. Вставляем между плавающими рёбрами и тазом лодочку такую и растягиваем. Это не массаж, это как скова. Вот эту тему просто. Растягиваю просто, уперевшись ладонем в ладонь. Представьте, что позвоночник – это причал. Ставим лодки у причала. Ставим яхты у причала. Одна яхта плюс девять яхт. Почему девять? То есть от десятого ребра до первого получается десять ребер. Соответственно, расстояние между ними сколько? Девять. И плюс вот эта, которая здесь, десятая. Растянули. С выдыханием. Обязательно предупреждайте человека, чтобы выдыхал и вместе с вами подсказывать ему. И девять яхт. Тоже это получается не массаж. А мы как бы вот такими клинышками раздвигаем реберное расстояние. Ребра примерно толщиной с палец и расстояние между ними с палец получается. То есть мы как раз внедряемся между ними. Вот так вот пытаемся. То есть наша задача раздвинуть их. Раздвигаем предплечьями. Видите, как шея за лодкой. Первая лодка пошла. Вторая пошла. Правильно, дыши, дыши. Выдох. All together now. Выдыхаете. Раз, два, три. И теперь получается делим на четыре участка. Сначала раз, два, три. И четвертый это вот еще с головой. Вот так вот растянули. Но у нас сейчас шея не интересует. Больше интересует вот этот участок. Поэтому прицеливаемся раз, два, три прохода. Потом раз, два прохода. И один проход. Получается четыре плюс три плюс два плюс один десять. То есть десять я поставил. Десять я запустили. Ну давайте сначала покажу. Раз, два, три, четыре. Раз. В кости прям опираемся. В кости. Два, три. Раз, два, три по центру. И хватаемся за бок. И тянем человека за бок. Вот. И это все мы подготовили к мощнейшей тракции. Ставим локоть по диагонали. Получается, самый высокий костин упирается вот в уголок гребель подушек кости. И по центру крестца. И по центру крестца. Дышает свод. У нас упор. Упор вот. А вторая рука локтем переходит за остистые отростки с той стороны. И наша цена опять равна поперечной совершенно не у меня. Так мы расшатываем друг относительно друга. Руки работают в противофазе. Первый проход. Второй проход. Втыкаемся опять сюда между ребрами и тазом. И параллельно вытягиваем с выдохом, с выдохом, с выдохом и расслабляемся. Весь корпус человека. С порталлельно выложенной стороны. То есть, эта рука, она не шеверяется, она только создает давление таза в ту сторону. А основной вес мы переносим на вот этот локоть. Еще раз выдох. И кое-где. Прямо может поднадавить с махом головы. Все, закончили. Одна рука догоняет другую. Но это уже будет сет номер пять. Где мы подробно рассмотрим, что делать с плечом. Но об этом мы в следующем сете номер пять. Где мы подробно рассмотрим, что делать с лопаткой и с плечом. А сейчас подписывайтесь на наш канал. Нажимайте обязательно на колокольчик. Вот здесь вот, чтобы получать новые уведомления о полезных видео. А лучше вам быть здесь, на тренинге. Чтобы я в ваши руки внедрил новые полезные навыки. И вы пошли в путь в высокодережную профессию. Зарабатывайте еще больше. С повышением квалификации вас. Зарабатывайте еще больше. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.